Наш регион в ближайшие выходные вновь возвращается к жестким ограничительным карантинным мерам. Жителям нельзя будет посещать общественные места. Запасы лекарств на местных складах уменьшаются, и власти обещают взять ситуацию под контроль. По крайней мере, к данной проблеме уже подключилось правительство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте! Вы смотрите программу «Факт». В студии работает Ирина Черней. Наш регион в ближайшие выходные вновь возвращается к жестким ограничительным карантинным мерам. А это значит, что всех акцюбинцев ждут домашние выходные. Главный санврач Нурсулу Беркембаева сегодня издала новое постановление, согласно которому в субботу и воскресенье жителям нельзя будет посещать общественные места. В первые половины дня чиновники проводили одно совещание за другим, а во второй половине дня провели брифинг в службе коммуникации, на котором рассказали, как акцюбинцы должны будут жить в ближайшие выходные дни. Одной из маловажных рекомендаций, о котором заявила главный санврач области Нурсул Беркембаева, это то, что горожанам нужно до субботы купить необходимые продукты. А с 22 часов 26 июня до 00 часов 29 июня граждане без надобности не должны выходить из дома. Итак, в выходные будет приостановлена деятельность всех ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых, продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, супер- и гипермаркетов, салонов красоты, бань и саун. Остановят работу общественного транспорта. В выходные Актюбе ждет масштабная дезинфекция населения, домашние выходные. Постановление о введении временных ограничительных и карантинных мероприятий на территории города Актюбе с особыми условиями хозяйственной и жизнедеятельности населения. Это вводится временное усиление ограничительных и карантинных мер в городе Актюбе, начиная с 22.00 26 июня текущего года до 00.00 29 июня и каждые выходные дни суббота-воскресенье с последующим до стабилизации эпидемиологической ситуации. Работать будут только предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города, а также продовольственные магазины у дома с регламентом работы с 10 до 20.00 часов. Разрешается работа аптек, служб доставки, такси, почтовых и курьерских услуг. Разрешено работать всем аварийным службам, в том числе электриком, сантехником, дворником, а также аэропортом, авто и ЖД вокзалом, авто и газозаправочным станциям. Нельзя будет попасть в фитнес-клубы, спортивные площадки, парки, скверы и пляжи. Вообще, горожанам можно будет выходить из дома либо на работу, имея при себе соответствующую справку и удостоверение, либо за продуктами, лекарствами и медпомощью. Лицам старше 65 лет выходить из дома не рекомендуется. Но при этом санврач не отменила проведение ЕНТ. Оно в эти дни будет проходить согласно утвержденному графику. Те, кто нарушит новое постановление, ждут административные меры, которые должны будут предпринять полицейские, говорится в тексте постановления. Стражи порядков вновь выйдут патрулировать улицы города. Лиза Цакива при содействии РСК. С сегодняшнего дня в ОКТУБе приостановлена работа детских дошкольных учреждений, кружков и образовательных центров. Педагогический коллектив одной из детских художественных школ выразил свою точку зрения по этому поводу. Почему я, как работающая мама, не могу быть спокойна, что половину дня мой ребенок действительно будет занят ни гаджетом, ни телефоном, ни какими-то дворовыми площадками, где ему тоже это небезопасно, к сожалению. А он действительно пойдет, он будет развиваться, он будет в компании своих таких же заинтересованных сверстников, он будет под присмотром взрослых людей, которые его плохому не научат. И вчера действительно, знаете, девчонки мои, они плакали. Я даже не ожидала. Я вначале как-то думала, дети, у них там свои эмоции, а потом смотрю, у них действительно глаза на мокром месте, они, ну как же так, мы только начали. Другие педагоги этой школы также поддержали коллегу и заявили, что если власти прислушаются к их словам и позволят проводить занятия с детьми, то они готовы пойти на любые меры для их безопасности, которые, в принципе, и так регулярно соблюдались. И, согласовав это с родителями, они готовы сократить количество детей в одной группе изменить график уроков, а все танцевальные и спортивные занятия постараются проводить на свежем воздухе, соблюдение всех санитарных норм. По распоряжению городского Акимата, одна из частных компаний приступила к обработке общественных мест Актубы. Дезинфекция проводится в ночные часы, объектами определены места большого скопления людей, остановки общественного транспорта, парки и скверы. Мы проводим дезинфекционные обработки по 157 обстановкам, согласованным с жилищно-коммунальным хозяйством. В работе применяются препараты, разрешенные на территории Республики Казахстан, то есть это Септолис, Аквасол и другие препараты. В работе сейчас задействовано 40 человек и 14 единиц техники. Работы по остановкам проводятся двукратно. Территория обработок – это места массового скопления людей, парки и скверы. Лекарства на местных складах заканчиваются, но ждите поступления. Об этом сегодня на брифинге в службе коммуникации заявилась от Калиев, который сегодня предстал перед публикой в новой должности советника Акима Актюбинской области. С его слов, запасы на местных складах действительно уменьшаются, и власти обещают взять ситуацию под контроль. По крайней мере, к данной проблеме уже подключилось правительство. По лекарственным препаратам, которые продаются в розничной сети, на сегодняшний день возникает проблема в связи с тем, что вырос значительный спрос на эти препараты. Также вот сегодня во время встречи этот вопрос мы обсудили и ведем переговоры с министерством здравоохранения Республики Казахстан. Со стороны правительства будет оказываться от всей стороны помощь в плане того, чтобы нашим фармкомпаниям без очереди побыстрее помогли заключить договора на определенные лекарственные препараты. Перечень мы все же предоставили, и чтобы со следующей недели максимально насытили рынок необходимыми лекарственными препаратами. Сегодня специалисты западно-казахстанского филиала ТО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» рассказали о причинах гибели молодилища на Каргалинском водохранилище. По их мнению, причиной замора рыбы явилась у души вследствие механического повреждения жаберного аппарата эктопаразитами. В основании микроскопического исследования и в результате их текстологического вскрытия установлено, что непосредственно причиной смерти рыбы явилась асфикция, у души. Вследствие механического повреждения жаберного аппарата эктопаразитами рода эргасин. Станы практически ракообразными мощными органами фиксациями усталивают жаберные лекарственные, при этом вызывают купорку сосудов и микроскоперезы жабок. Максимальное количество эктопаразитов, которые мы насчитали, это 448 штук на одной рыбе. Ставьте понимаете, это очень много. При этом жаберные лекарственные атропировались, нарушивших кровоснабжения, казахмин и при большом скоплении цепаразитов на жабрах рыба погибала на фоне гиперсистов и здорового голодания. Алексей Цой назначен министром здравоохранения Казахстана. Ранее Мажелис согласовал его кандидатуру на пост главы Минздрава. Елжан Бертанов, проходящий лечение от коронавируса, освобожден от должности министра. С 22 июня Алексей Цой занимал должность первого вице-министра здравоохранения и исполнял обязанности министра. Алексей Владимирович Цой с февраля 2019 года до настоящего времени руководил медицинским центром управления делами президента. А сейчас республиканские новости. Костак сообщает, что первые два летальных случая от коронавируса зарегистрированы в Казалардинской области, сообщает Межведомственная комиссия. По данным МВК, итого по Казахстану зарегистрировано 136 случаев с летальным исходом. Костак сообщает, число выздоровевших от коронавируса в Казахстане превысило 12 тысяч человек, сообщает Межведомственная комиссия. В Казахстане 166 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении, в четверг. По данным МВК, всего в стране от COVID-19 выздоровели 12 048 человек. Костак сообщает, у 30% пациентов коронавирус может привести к необратимым последствиям для здоровья, вызывая нарушения в работе легких, сердца и мозга, сообщает Daily Mail. Как указывается в руководстве Национальной службы здравоохранения Великобритании, утечка которого произошла на днях, примерно у 30% выживших после COVID-19 останутся такие же необратимые повреждения легких, как после атипичной пневмонии или МЭРС. У выживших могут остаться постоянные физические, когнитивные и психологические нарушения, включая синдром хронической усталости, говорится в сообщении. Другие исследования показали, что вирус, вызывающий COVID-19, может повреждать такие органы, как сердце, печень, почки и кровеносные сосуды. Также в документе говорится, что у каждого седьмого пациента, который попал с коронавирусом в реанимацию, могут быть долговременные повреждения мозга. КАСТАК сообщает, социальная выплата в размере 42,5 тысячи тенге больше выплачиваться не будет, заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов. Именно 42 500 тенге больше выплачиваться не будет. Мы не планируем. На них специальных средств из бюджета не предусматривалось. Были использованы средства самого Государственного фонда социального страхования, причем за счет продажи его активов. В этом плане нам очень хорошо помогал Национальный банк. Он вовремя продавая, реализуя, погашая финансовые инструменты, высвобождал необходимые денежные средства, сказал Нурымбетов. В итоге, по его словам, ГФСС потратил активов на 322 миллиарда тенге и соцвыплату получили 4 миллиона 600 человек. Сегодня финансовые возможности ГФСС уже ограничены и в зависимости от ситуации, если будет необходимость в каких-то выплатах, наверное, будет найден другой источник, пояснил Нурымбетов. Кастак сообщает, 4 миллиона 200 тысяч человек остались без работы в Казахстане в марте-апреле 2020 года, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов. По нашим оценкам, в самый пик периода, это конец марта, в апреле месяце, людей, которые остались без работы, без доходов, не обязательно уволились, но фактически в общем понимании остались без работы. 4 миллиона 200 тысяч человек, сообщил Нурымбетов в СЦК. По его словам, после ослабления ограничительных мероприятий, в мае порядка 1 миллиона 14 тысяч человек оставались без работы. В июне остаются без работы более 700 тысяч казахстанцев. После рекламы вы увидите следующие сюжеты. Свою позицию по отношению к сложившейся ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса высказал президент Казахстана Касымжумар Тукаев. Проблемы с крышей 63-го дома по улице Казангапа изрядно вымотали нервы его жителей. Они снова обратились в нашу редакцию с жалобой по поводу так и не начавшегося обещанного ремонта крыши. В Актюбинской области в период с 18 июня по 25 июня в целях повышения безопасности дорожного движения проводится профилактическая работа с водителями мототранспорта. В Актюбинской области Мерымхананын жабық залы би аланы бар. Жазға бақ, қызқы бақтын жалғасы. Уозмерекеңізді таза ауа да тойланыз. К認為есіге ретро парк жағында. Бұл жайғана QR кодемез. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе рекатывын үртек изет сайтында, онлайн тында. Біррет пасып толқын көлес. ДАЛЬ КАЗИР КОСЫЛ Продолжаем выпуск. Время ТОЭФ уходит. Наступает время разума, науки и труда. Свою позицию по отношению к сложившейся ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса высказал президент Казахстана Касым Жамар Тукаев. Передает Казан Форум. Интервью главы государства под заголовком «Судьба казахского народа находится на весах истории», опубликована сегодня на страницах газеты Анатолия. Трудиться, трудиться и еще раз трудиться, призывает казахстанцев наш президент. В своем интервью он высказал сожаление по поводу того, что среди граждан страны участились случаи скептического отношения к созидательному труду. Цитата. «Меня это не может не огорчать. Мы должны в корне пересмотреть отношение общества к труженикам. Каждый труд должен быть в почете, поэтому я учредил новую государственную награду Халык Халгаса и расширил перечень заслуг для поощрения орденом Янбекданка». Конец цитаты. Президент напомнил, что правительством разработана карта занятости, на ее реализацию направляется до 1 триллиона тенге. В Казахстане около 2 миллионов самозанятых, довольно большая безработица. Это серьезнейшая социальная проблема, которую надо оперативно решать. На вопрос, не проигрываем ли мы в битве с инфекцией, Такаев рассказал, какие меры предпринимаются для этого. Цитата. «Как вы знаете, в городах Нур-Султане, Алматы, Шимкенте оперативно построены три инфекционных больницы. Клиники в других регионах были оснащены необходимым оборудованием. Наши врачи обладают необходимыми знаниями для лечения больных. Сегодня медики самоотверженно днем и ночью борются с пандемией. Со своей стороны государство выделило необходимые средства». Конец цитаты. Президент также попросил помнить, что лица у власти такие же люди, и они могут заразиться во время командировок, так как должны встречаться с гражданами. По его данным, из числа руководителей различных органов власти заболели около 15 человек. Глава государства призвал граждан заботиться о близких и внимательно относиться к санитарно-гигиеническим требованиям. Высказался президент и по вопросу языковой политики. Укрепление позиций казахского языка, по его мнению, не должно ущемлять русский язык. Глава государства считает, что проблема имеет огромное политическое значение, и неправильное обращение с ней может привести к непоправимым последствиям для государственности и безопасности граждан страны. Цитата. «В этом мы воочию убедились на примере Украины. Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений». Представителей других этносов президент предлагает поощрять избранием в представительные органы власти, назначать на высокие посты и отмечать госнаградами. По данным общенациональной переписи 2009 года, 84,8% всего населения Казахстана свободно владеет русским языком, 62% – казахским языком, а английским – 7,7% населения республики. Говоря о внешней политике Казахстана, Такаев заявил, что интеграция будет придерживаться нами до того момента, пока она не наносит ущерба суверенитету страны. Поэтому стратегическое партнерство с Россией и региональная интеграция были правильным выбором. К вопросу о митингах. Участие в мирных собраниях и митингах – это конституционное право граждан Казахстана. Парламентом принят новый закон о мирных собраниях. Цитата. «Прошедший через общественную экспертизу этот закон, по моему глубокому убеждению, является большим шагом вперед в продвижении демократии в нашей стране. Теперь для проведения мирных собраний требуется за пять дней лишь уведомить местные власти, не спрашивая у них разрешения. Для организации таких собраний будут выделены специальные места». Конец цитаты. От организаторов митингов требуется не нарушать общественный порядок и покой граждан, не выступать с антиконституционными лозунгами, не разжигать межнациональную и социальную рознь. Это вполне естественно, особенно с учетом недавних событий в США и других развитых странах. В окончании своего интервью Касамжо Мартакаев поблагодарил представителей интеллигенции за полезный вклад в реализацию государственной политики в условиях пандемии и подвел итог годовщины своего президентства. Цитата. «Прошедший год президентства действительно был нелегким. Можно сказать, что это был год преодоления тяжелых испытаний. Но я всегда ощущал поддержку народа, и это придавало мне силы и уверенность в конечном успехе такого сложного дела, как управление государством. В течение года было осуществлено немало реформ в политической и экономической областях. Эта политика будет продолжена. У меня есть идеи насчет дальнейшей модернизации нашей страны». Конец цитаты. Ирина Гусь по материалам республиканских интернет-изданий специально для программы «Факт». Проблемы с крышей 63-го дома по улице Казангапа изрядно вымотали нервы его жителей. После тщетных обращений в горы Кемат они снова обратились в нашу редакцию с жалобой по поводу так и не начавшегося обещанного ремонта крыши. Эту ситуацию наши корреспонденты освещали еще в начале весны, в самый разгар паводка. И получив с нашей помощью ответ от отдела жилищных отношений, жители данной пятиэтажки надеялись, что ремонт начнется уже в ближайшее время. Сегодня, как они рассказали и показали, состояние прохудившейся кровли стало еще ужаснее. Я говорю, лет 6-7 назад, давно это было, мы еще, у нас тоже жительница Галя жила, мы вот с ней лично вдвоем ходили, собирали подписи на модернизацию, на то, на сё, и до сих пор вот никаких сдвигов, ничего. 6 лет назад у меня погорела квартира в связи с проводкой, потому что это все капает, течет, проводка замыкает, и, соответственно, случился пожар в квартире. Поэтому сколько вот мы говорим, говорим. В первую очередь, конечно, прежде чем менять проводку, нужно сделать крышу, потом поменять проводку. Мы своими силами меняли в подвале, вот, ну подвал, что подвал. А в первую очередь надо сделать крышу, поменять проводку, потом уже проводить ремонт. Еще пожарных, вот эти, да, тоже? Да, не измязок. Эта проводка замыкала и загоралась неоднократно. Вся вода бежит по стенам, попадают щитовые, и из-за сырости в квартирах появились тараканы. Деревянные полы трещат по швам. И, как рассказали люди, одна из их соседок сломала ногу, просто проходя по коридору и наступив на прогнившее место. По две тысячи, по тысячи, там, по полтора мы собирали, чтобы техпаспорт восстановить, чтобы землю вот эту отмерили нам, узаконили. В Акимате обращения были, но они почему-то никому нас не прикрепляли. Мы на все условия были готовы, на все условия, лишь бы нам начали делать крышу. В Акимате жильцов досыта накормили обещаниями и разъяснили, что в рамках проекта модернизации ЖКХ к ремонту их дома приступят, как только им выделят средства. И, обратившись сегодня за разъяснением в отдел жилищных отношений, мы услышали точно такой же ответ. Да, данный дом Казангапа-63, мы знаем про этот дом, потому что жительцы нам сдали протокол все собрания на участие в программе модернизации. Мы данный дом включили на этот год, мы планируем провести ремонтные работы. Была изготовлена проекта спектрная документация, мы провели техническое обследование здания. И на сегодняшний день мы ждем бюджета с министерства. Как финансирование будет, мы будем проводить ремонтные работы данного дома. Судя по ответу, обещание прозвучало в очередной раз. И когда выделят средства из госбюджета, остается загадкой. А пока всем жильцам 63-го дома придется, как и прежде, находиться в зоне риска для жизни. Тамирис Жумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». В Октябрьской области в период с 18 июня по 25 июня в целях повышения безопасности дорожного движения проводится профилактическая работа с водителями мототранспорта, сообщает прислужба ДП области. В период проведения разъяснительной работы по безопасному вождению мототранспортных средств и соблюдению требований правил дорожного движения водителями мотоциклов выявлено 170 нарушений ПДД. Из них управление транспортным средством, не отвечающим установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения, 21. За несоблюдение требований по пользованию мотошлемами, 30. Не имеющих права управления мотоциклом, 32. За управлением мототранспортными средствами в состоянии опьянения, 5. Управление МТС и непрошедшими техосмотры, 21. Нарушение правил маневрирования, 10. Превышение скорости, 7. На штрафстоянку поставлено 27 единиц мототранспорта. Несколько футболистов и сотрудников российского Оренбурга сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает комментатор и инсайдер Нобель Арустамян. За этот клуб выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбе Куат. Имена заразившихся игроков Арустамян не уточняет. Команда ушла на карантин. Следующий матч запланирован на 27 июня против Краснодара. При этом Краснодар еще не играл после паузы. Встреча с «Динамо» перенесена на 19 июля из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в московском клубе. В конце мая у тренера Оренбурга Платона Захарчука выявили коронавирус. Еще у четверых человек нападающего Андрея Чуканова, полузащитника Филиппа Рогича и Жиги Шкофлика, а также тренера по физподготовке Евгения Стукалова было выявлено наличие антител. После возобновления сезона Оренбург провел матч с «Локомотивом», в котором уступил со счетом 0-1.